Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 14 декабря По народному месяцу слову Наум – грамотник В этот день христиане чтут память пророка Наума, жившего на территории Галилеи в VII веке до н.э. По давно заведенному обычаю, со дня пророка Наума детей в русских селах, деревнях, ремесленных слободах, небольших городках начинали учить грамоте, отдавая их в обучение. Пророк Наум наставляет на ум, говорили тогда. Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с просьбой научить уму разуму, а за неродение сурово наказывать. К учению крестьяне относились с благоговением, справедливо считая, что кто грамоте гораст, тому не пропасть. Более удобного времени для владения озами чтения и счета крестьянину было не найти. Урожай собран и прибран, детской и подростковой работы в доме мало, на улице холодно, целыми днями приходится сидеть в избе, где тесно, душно, вечно попадаешься кому-нибудь под руку, а грамотный человек в семье ох как нужен. Поговорок и пословиц о пользе учения, о счастье иметь умную голову, о глупости, как беде и наказании, об умных дураках и дурных умниках – великое множество. В знаменитом сборнике пословиц, собранных Владимиром Ивановичем Далем, им отведено почти 30 страниц, на которых размещено примерно 1100 пословиц, поговорок, ходячих выражений на эту тему. На самом деле их, конечно же, больше. Вот некоторые из них. В не совсем далекие времена на Наума вся семья отправлялась в церковь, где после обедни служился специальный молебен, а потом все и спрашивали благословление на обучение детяти. После этого в дом приходил учитель, тогда его роль исполнял дьяк. Ему кланялись, хвалили, а потом сажали в передний угол. Отец приводил за руку сына и передавал его дьяку, прося научить уму разуму, а за лень угощать побоями. Тогда же рядом с дьяком отец клал плетку. Мать, согласно обычаю, должна была стоять в дверях и плакать. После этого ученик должен был три раза низко поклониться учителю, а тот осторожно ударил подростка три раза плеткой. Потом ученик, его мать и учитель садились за стол. Дьяк начинал урок, а мать плакала еще сильнее, умоляя его не замучить сына наукой. Провожали учителя до самых ворот, каждую секунду, норовя еще чем-нибудь угостить. Уже в воротах тот говорил, что теперь подросток должен сам ходить к нему. На следующий день отрока отправляли в школу уже одного, давали с собой еды и новый подарок для учителя. Короче говоря, обучение сыновей было делом недешевым, и не все могли его себе позволить. Учение в церковно-приходских школах, бурсах, ремесленных училищах породило особый фольклор – школьный, ученический. У каждого времени свой. Поэтому сегодняшние школьники, владея огромным запасом текстов, поговорок, песенок, дразнилок, примет, гаданий и прочее, практически не знают того, что говаривалось прапрадедушками в годы их учения. Хотя, надо заметить, что некоторые тексты сохранились и по сей день. Ас, буки и веди страшат, что медведи. Ас, били меня раз. Буки, набрался муки. Ас, буки, бери указку в руки. Фита ижица, плетка ближится. А вот в древности, когда люди по ведическим традициям жили, в ходу такие пословицы были. Чему с молоду не научился, того и под старость не будешь знать. Или учи сына, пока поперек лавки лежит, а как вдоль ляжет, тогда поздно учить. А потому воспитание детей на Руси издревле считалось и до сих пор считается одной из важнейших и сложнейших наук. Владеть ею, то есть созиданием добродетельного потомства, должен каждый из мужчин и женщин, пожелавших продолжить свой род. А начиналось это воспитание, когда чадо находилось еще в утробе матери. Родители должны уметь помочь ребенку выбрать свой путь в жизни соответственно своему сословию и предназначению, для достижения им в данном воплощении наибольшего совершенства. Помогать воспринимать этот мир в единении человека и всего окружающего мира, во взаимосвязи всех царств природы и всех уровней бытия – физического, материального, энергетического, духовного. Правильные представления об окружающем мире, о предназначении мужского и женского начал, знакомство с ведическим наследием своих предков, помогут маленькому человеку определить свое место и место своей будущей семьи в мироздании. Понять взаимосвязь всех живых существ, всей природы. А всему этому в свое время учились их будущие отец и мать. А что же примечали в этот день о погоде? Если на Наума месяц или луна в рукавицах с боковыми столбами, то будет мороз, а если молодой месяц лежит на спинке – к потеплению. Облака идут против ветра, да и лай собак слышится глухо – к снегу. На ночном небе звезды переливаются, то вскоре закружат вьюга. Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз. Вороны начали каркать «Жди метели» и добавляли «Пришел Наум, зимний ветер подул». А еще родившиеся в этот день, говорят, становятся хорошими учителями. Добродетельного потомства вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...